Короче, вот такая вот херня у меня произошла. Ехал в городе и налетел на лежащего полицейского. Все пиздец. Поддона больше у меня нету. С поддоном печет бедрами масло. Ходовая, надеюсь, все будет целое. И надеюсь, что масляный насос тоже будет целый. В принципе, вот такая вот неувязочка. Все, в принципе, произошло из-за того, что темно. Хреново. Свет в машине довольно хреновый, потому что ксенон уже садится. Ну, а это приехала моя помощь. Будет тащить папка. Такие вот дела. Короче, мое место, да, есть знак. А, так это ты здесь еще что-то? Да. Я думал, там, блях, а тут и есть. Да, и вот на этом я и ушел. Видишь, его положили. Его только положили. А, и в этот люк я, наверное, провалился. Мордой. Его только положили. Его положили позавчера, когда я ехал, его ложили здесь. Работали эти техники. А, я не знал, что он здесь существует. Я знал, что там дальше существует лежащий полицейский. Его только положили, я спокойно себе еду. Я думаю, почему я не остановился. Потому что его не было никогда там. Короче, вот на этом лежащем полицейском я потерял девственность машинами. Теперь буду ремонтировать. Вот такая вот фигня. О, так и проехал. Да. До сюда я проехал, еще стоп от проехал спокойно. И там где-то Audi 80 у меня загорелся датчик давления масла. Я думаю, где на этом участке три года. Да, и в этом месте, ой, нотка как раз. А когда я в Вию ехал? Короче, вот так вот мне повезло. Я ехал в понедельник, его ложили. Да, в понедельник выложили, а вчера я его поймал. Нет, потому что в Вию надо было. Да вот там, восьмого. Восьмой когда бывает? Ну, это не понедельник был, вторник, наверное. Восьмого я выложили, я в Вию с первой, на Пенни-Базгатве ездил в полицию загорелся. И вот здесь у меня датчик загорелся. Здесь я решил не рисковать, но там моё масло, где эта дочь находится, то есть Крайсер. А там моё масло, все, и осталось. Я отсюда меня папкой чего-то отручил. Вот, короче, и занялись моим поддончиком. Завтра увидите. Я надо любить мою защиту эту, блин, ставить, рифлёвную. А на неё пластмассовую защиту. А ты поставь рифлёвную, и ты не будешь поддону пробивать, да? А где её достать, блин? А где заказки делают? Ага. Короче, да. Ну, короче, все, пипец моему поддону. Вот здесь даже трещина пошла уже. Не-не, он там надо слышать, я думаю, там отходят. Да, возможно, да. Ну, долбанул я, если хорошо им. Реально хорошо долбанул. У меня такое ощущение было, что у меня машина развалится. Сейчас датчик сниму, посмотрим. Пиздец моему поддону. Пиздец. 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 новое сейчас и масло черновника залив будет все нормально цена это нового поддончиками обошлось 25 евро цена заработана для каждого своя поэтому озвучивать и не буду недорого но приятно так что если что обращайтесь 950 за литр масло это после это после скидки а так 11 копейка модул 1 модул 1 5 в 30 5 в 30 ну и фильтр обошелся 875 вам что такое ну и плюс герметик обошелся в 270 и того все 75 я знаешь я больше при чат и полицейских не хочу лежащих вообще не хочется защиту надо алюминиевую поставить и все не будут парить 2 это 3 до 3 раза низкая очень они настолько риска насколько длинные и мотор тут галима вперед вынесен не у не между колесами спереди получается но и также у меня еще в редукторе не хватает масла последний раз удаливал 30000 километров назад сейчас опять надо удаливать масла не хватает поэтому сейчас долью в принципе так по машинке на россия сами целы пока что ходовая наверно не получил амортизаторы не потекли слава богу вроде сухие здесь тоже вроде как все целы глава что по коробке не получил бле я очень боялся что-то датчик мне показывает не недостача масла в коробке пиздец как я боялся но вот как бы поддончик у меня уже полностью поменены теперь у меня висят провода здесь на машине это провода от газового компьютера то есть решил за одно вместе с газовыми проблемами разобраться то что у меня на газовом оглохнут и надо как вы видите уже снят редуктор там он сейчас промывается чистится это еще дополнительное вложение будет да кстати вложением по поводу поддонные работы заработаю заплатил 20 евро а за поддоны заплатил 25 то есть 45 евро получилось все вместе ну плюс масло обошлось мне 75 евро того того считайте сами сейчас еще узнаем вашему обойдется на ремонт редуктора и поможет ли это искоренить эту проблему который у меня было до этого мойка моего редуктора так что он пиздец после сатуре газа весь в масле так что на сатуре газ лучше не заправляйся ну все не полный часик уже ставим редукторное место короче говоря все работа закончена все полностью сделал сейчас я еду на базу поддон поменял масло поменял все это залил по поводу цены это работа вы знаете по поводу чистки редуктора и установки его обратно на машину за это мне попросили заплатить 10 евро то есть получается таким образом что все это мне обошлось за сегодня еще плюс десяточка хоть и по времени работали еще много но что я хочу сказать по поводу редуктора нифига мне это не дало машина как и надо глохла так и глохнет на газов то есть одним словом причину будем еще искать и разумеется эту причину мы будем искать именно с газовщиками так как в принципе на бензине это проблемы абсолютно нет и машина работает всегда идеально ну вот все всем желаю удачи до встречи на граве спасибо что были за мной удачи вам удачи